В настоящий квест на выживание превратилось в возвращение домой пятничным вечером рязанцев с работы. На несколько часов автомобили превратились в настоящие катера, а из-за проливного дождя городские дороги стали больше напоминать реки. Рязань в очередной раз показала, что не готова к капризам погоды. Последствия одного ливня, который шел всего около часа в масштабах одного города, стали похожи на апокалипсис. Так, на улице Маяковского автобусы превращались в корабли и гордо проплывали улицу реку. На видео видно, что автомобилю отечественного производства повезло меньше, и он в морском бою оказался, если не убит, то явно ранен. Кстати, пользователь выложил этот ролик под названием «Как я плыл с работы». Улица Дзержинского. Район больницы скорой медицинской помощи. Здесь вода сравняла тротуары и проезжую часть. Пешеходам не остается ничего, как мерить лужи и продолжать свой путь, как ни в чем не бывало. Видимо, к таким ситуациям у рязанцев уже устойчивый иммунитет. А вот перекресток улицы Лениной-Вознесенской. За этим местом во время дождей уже прочно закрепилось название «Отронного моря». Но наибольшее количество просмотров в интернете до сих пор собирают видеоролики потопа под железнодорожным мостом на Московском шоссе. Здесь вода разделила город на два берега, и с ней не справлялись даже внедорожники. Чего не скажешь о велосипедистах. Как вы? Наш корреспондент оказалась среди тех, кому приходилось выбирать – вплавь или по суше. Друзья, вы видите, как на той стороне стоят люди, которые не могут перейти и не знают, что им делать. Некоторые у них забрались вверх и перешли через поездные пути. Но не все так просто. Уже три поезда за это время прошло. Так что нужно быть осторожным. Самые смелые забирались на мост, лезли через забор и шли по железнодорожным путям. Самые же отчаянные отправлялись на ту сторону вплавь. Практически полное отсутствие в центре Рязани ливневой канализации в очередной раз показало пробелы в работе местной администрации и коммунальщиков. Новые отводные каналы не прокладывают, на ливневку, как говорит современная молодежь, забивают. Как итог, из-за отсутствия вменяемой системы сливы дождевой воды, город в очередной раз превращается в Венецию. На видео 2012 год. С тех пор ничего не изменилось. И горожане до сих пор, мягко говоря, недоумевают, почему за долгие годы нельзя решить проблему затопления улиц города. Если еще глубже копнуть в историю, в царской России ливневая канализация не только имелась и расширялась. Но и периодически чистилась, являясь предметом особого внимания тогдашней городской думы. Об этом свидетельствуют недавние раскопки на улице Петрова, где археологи обнаружили ливневку, по данным ученых, выложенную камнем в начале 17 века. На дворе век 21, а Рязань продолжает тонуть от любого серьезного дождя. Субтитры создавал DimaTorzok